Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Вчера был очень важный день, связанный с секи Гарри Гэнслером. Прежде чем мы перейдем к этой теме, хочу поблагодарить вас за то, что наш канал теперь официальный. Мы достигли отметки в 100 тысяч подписчиков, но я до сих пор не могу в это поверить. Много лет подряд я публикую видеоролики на регулярной основе, разбираясь во всех хитросплетениях криптовалюты и финансовой элиты. И я очень рад, что целых 100 тысяч человек знают то, что я пытаюсь донести. Иногда мы должны делать то, что другим кажется бредом и абсурдом. То, чего другие никогда бы не сделали. И все ради того, чтобы максимально раскрыть свой потенциал и стать тем, кем ты хочешь быть в самых дерзких своих фантазиях. Я никогда даже не думал о том, что я буду иметь сейчас все то, что имею. И это, я считаю, большим сигналом для любого из вас. Каждый может сделать все, что угодно. Все невозможное возможно. Я просто никто. Я просто человек, который однажды решил сделать хоть что-нибудь. И сейчас я хочу, чтобы вы сделали хоть что-нибудь. На этой ноте давайте перейдем к Гэри Гэнслеру. Потому что на этом слушании было очень много важных для мира криптовалют и цифровых активов моментов, о которых ты должен знать. Это видео получилось длинным, но самое интересное будет во второй его части, где адвокат, связанный с Ripple, прокомментирует каждый важный момент из слушания по поводу назначения Гэри Гэнслера на пост председателя комиссии SEC. Скажем спасибо криптик-поэту за то, что он поделился этим видеоотрывком. Во время слушания Гэри Гэнслер говорил о криптовалютах. И я хочу, чтобы каждый из вас прямо сейчас очень внимательно выслушал его сообщение. Просто послушай, что он говорит о платежах и пойми, к чему все это ведет. Еще раз спасибо, что нашли время, чтобы выслушать нас. Двое моих коллег, которые представили вас сегодня, говорили о вашем опыте в цифровых валютах. Я горжусь, что такие криптокомпании, как Анкурич, нашли свое место в Южной Дакоте. В то же время я знаю, что наш устаревший крипторегулятивный режим заставляет такие организации, как Libra Association, искать родину за границей, что могут сделать Конгресс и SEC для создания более дальновидной регулятивной среды для инноваций в этой сфере. Сенатор, спасибо за встречу с вами и за этот вопрос. Я, как преподаватель этих предметов в MIT, думаю, что эти инновации стали катализатором изменений. Биткоин и другие криптовалюты принесли новое понимание платежей в мир финансов. Но они также привнесли и новые вопросы. Например, проблему защиты инвесторов, которую нам все еще стоит решить. Так что я думаю, когда меня подтвердят на должность председателя SEC и я начну работать с комиссарами, то первоочередной задачей станет как и продвижение новых инноваций, так и защита инвесторов. Если, например, что-то будет ценной бумагой, оно должно подчиняться законам о ценных бумагах. Если есть биржи, которые торгуют ими, нужно убедиться, что у них есть необходимые способы защиты инвесторов в эти ценные бумаги. Так что и продвигать технологии, и защищать инвесторов – это то, что мы будем делать. Друзья, что мы только что услышали из уст самого Гэри Гэнслера, предположительно, будущего председателя комиссии по ценным бумагам и биржам США SEC. И я думаю, он такие места нет, потому что других кандидатур просто-напросто нет. Он фактически сказал, что мы собираемся революционизировать систему платежей. Он сказал, что он будет помогать инновациям внедряться быстрее, но также и избавляться от устаревшего бреда, которым сейчас нас кормит система. Когда он говорит о защите инвестора, это означает, что он готов избавиться от чуши, которую устаревший крипторегулятивный режим транслирует в наше пространство. Теперь послушай его еще раз и еще раз. Ты слышишь то же, что и я слышал? Гэри Гэнслер говорит о том, что криптовалюты, отвечающие требованиям, выживут. А что это значит? Это значит, что остальные канут в лето. И случится это тогда, когда регулятивная ясность четко и конкретно наступит. Я думаю, именно в тот момент большая часть криптопортфеля должна заключаться в биткоине. Я не думал, что это так не очевидно и нахожу странным подчеркивать это, но оказывается да. Многие люди почему-то выбирают не биткоин в качестве основного криптоинструмента. Но также не забывай, это не финансовый совет, и я ни в коем случае не финансовый советник. Но, по моему мнению, Гэри Гэнслер, который возглавит SEC, это то самое событие, которое ждало все криптовалютное сообщество. А сейчас особенно сообщество Ripple XRP. Гэри Гэнслер это просто-напросто воплощение надежды. Он преподает в MIT и читает лекции о блокчейне и цифровых активах. Он понимает, что это за монстр и как он влияет на будущее этого мира. Поэтому я не думаю, что он уничтожит это пространство. По крайней мере, до конца он его не уничтожит точно. И я надеюсь, он не будет уничтожать и Ripple, как криптовалюту и компанию. Ведь не в его интересах отбросить штаты с криптовалютной шахматной доски в момент, когда Китай уже грозится ставить мат. Гэри Гэнслер хочет, чтобы США приняли технологию криптовалюты. Все это звучит очень хорошо, но есть, конечно, и большая ложка дегтя в меде. Исходя из этого же отрывка, который я тебе показал, мы можем сделать вывод, что SEC во главе с Гэнслером станет организацией, которая будет запугивать крипто и блокчейн-компании. И все для того, чтобы те танцевали под дудку комиссии SEC. Очевидно, это будет не очень хорошо для криптовалютного бизнеса и многие проекты могут просто схлопнуться. Однако, все это просто мое мнение, которое я аргументирую даже не своими словами, а словами Гэри Гэнслера из этого видеоотрывка. А теперь, прежде чем мы перейдем к адвокату, комментирующему Ripple, SEC и вчерашнее слушание Гэри Гэнслера, я хочу отвлечься на хейтеров Ripple XRP, на хейтеров биткоина, на хейтеров криптовалюты и на хейтеров тех, кто говорит о криптовалюте, не боясь ничего. Однажды я сказал, владеть биткоином это риск. Биткоином риск еще больше. Мы можем предположить, что биткоин, эфириум, Ripple XRP могут пойти ко дну и стоить не больше нуля. Но это лишь предположение, что мы знаем наверняка, что любая фиатная валюта всегда обесценивается, всегда заканчивается лишь одним – смертью в гиперинфляционной агонии. Именно поэтому владеть хотя бы небольшой частью биткоина или другой криптовалюты лучше, чем не владеть вовсе. Иногда я думаю, сейчас так просто многим людям разбогатеть, всего лишь перестать быть эмоциональным. На днях я общался с человеком, чё богатство исчисляется семью нулями после запятой. Лет восемь назад он заработал на биткоине целое богатство, но также терял немало на той или иной криптовалюте. И что? А в комментариях тем временем есть люди с сотней XRP, которые пишут всякие гадости, возмущения и обвинения, так будто эти 100 XRP должны были сделать их богатыми уже вчера. Я хочу сказать им – владеть хотя бы частью биткоина, хотя бы частью эфириума, хотя бы сотней XRP намного лучше, чем вообще этого не иметь. Лучше владеть криптовалютой, чем не владеть. Но к чему я веду? Иногда громче и агрессивнее всех возмущаются те, кто рисковал меньше всех, инвестировал меньше всех и провёл расследований в этой сфере меньше всех. Вот так это всё и работает. Я скажу, когда становится совсем не в моготу, когда финал уже близко. Я скажу, когда хочется всё бросить и уйти, когда награда за труды уже совсем рядом. А теперь я хочу перейти к основным моментам из слушания Гэри Гэнслера с комментариями от адвоката, связанного с Ripple. Я сразу же хочу предупредить – он не столь позитивно настроен, но тем не менее и такое мнение имеет место быть, тем более профессиональное. Первый момент, который касался криптовалют, прозвучал спустя час после начала слушания. Я уже вам его показывал и комментировал, но теперь я хочу показать вам комментарий профессионального юриста, который явно будет интереснее моего. Сенатор, спасибо за встречу с вами и за этот вопрос. Я, как преподаватель этих предметов в MIT, думаю, что эти инновации стали катализатором изменений. Биткоин и другие криптовалюты принесли новое понимание платежей в мир финансов. Но они также привнесли и новые вопросы, например, проблему защиты инвесторов, которую нам все еще стоит решить. Так что я думаю, когда меня подтвердят на должность председателя СЕК и я начну работать с комиссарами, то первоочередной задачей станет как и продвижение новых инноваций, так и защита инвесторов. Если, например, что-то будет ценной бумагой, оно должно подчиняться законам о ценных бумагах. Если есть биржи, которые торгуют ими, нужно убедиться, что у них есть необходимые способы защиты инвесторов в эти ценные бумаги. Так что и продвигать технологии, и защищать инвесторов – это то, что мы будем делать. Вопрос был о регулировании криптовалюты. Как бы Гэри изменил бы позицию СЕК, чтобы предотвратить побег криптовалютных компаний из США в другие страны? И как ответил Гэнслер? Банально. Мы будем работать, чтобы развивать технологии, но затем рассказал о том, что он собирается защищать инвесторов от компаний и от криптовалютных бирж. Защита инвесторов – это хорошо. До тех пор, пока вы не защищаете отрасль так, что она исчезает, и тогда у вас больше нет инвесторов, которых нужно защищать. Хм, логично. Тебе не нужно защищать инвесторов, если их нет. Годно-годно. Итак, перейдем ко второму моменту, касаемо цифровых активов, который случился на втором часеуслушания. Сам адвокат говорит, что это самый важный момент, самый важный отрывок. Поэтому послушай его внимательно и попробуй понять сквозь строки, что нам хочет донести Гэнслер. Не могли бы вы поделиться своим видением и вашим подходом к цифровым активам, если вы станете председателем комиссии по цены бумагам и биржам США? Что ж, сенатор, я разделяю ваши мысли. Всегда важно держать рынки открытыми к новым технологиям. Но я верю, что прежде всего нужно быть технологически нейтральным. И я говорю это потому, что с появлением новых технологий, криптовалют и потенциально цифровых валют центральных банков, мы все равно не должны забыть о принципах защиты инвесторов и формирования капитала, оставаясь при этом технологически нейтральными. Если кто-то предлагает инвестиционный контракт или ценную бумагу и есть какая-то биржа, которая работает с этим, то мы должны убедиться, что эти принципы там соблюдаются. Если же это какой-то товар или комодити, как биткоин, например, то это уже вопрос не к нам, а к конгрессу, как он хочет его регулировать. А может этим должна заняться комиссия по торговле товарными фьючерсами. Ребята, я вставлю свое слово, биткоин он не считает ценной бумагой. Поэтому это уже хорошо. Принять технологически нейтральное регулирование. Что означает технологически нейтральный в его понимании? Это значит, что он и его организация собираются трактовать блокчейн и децентрализованные реестры точно так же, как и любую другую компанию или ценную бумагу. Что Гэри не допустит никакой свободы действий для токенов или монет. Что для Гэнслера токен XRP абсолютно то же самое, что и 10 акций сертификатов, которые ваш дед хранил в ящике для носков. Но, мистер Гэнслер, как же насчет этой замечательной новой технологии, о которой вы взахлеб рассказываете? Мы проигрываем эту криптогонку другим странам. Есть же изменения, которые вы легко можете принести в СЕК и помочь технологиям расцвести прямо в Соединенных Штатах. В Вайоминге уже так и сделали, и посмотрите, что случилось. Рипл уже зарегистрировалась как компания в Вайоминге. А вот и сенатор оттуда тоже задает вопросы на слушании Гэнслера. Некоторые говорят о том, что СЕК имеет репутацию черной дыры для инноваций. Вы согласны, что нужно обеспечить большую юридическую ясность за счет новых правил и отмены принудительных действий против новаторов в области цифровых активов? Так, подожди. Вайоминг. Респект. Светлый луч надежды в темном царстве Соединенных Штатах. Может, мы эту сенаторшу сделаем председателем СЕК вместо Гарри Гэнслера? Мне кажется, это очень неплохая идея. Продолжаем. Вы согласны, что нужно обеспечить большую юридическую ясность за счет новых правил и отмены принудительных действий против новаторов в области цифровых активов и индустрии блокчейна? Я считаю, рынки технологий постоянно меняются и развиваются. И поэтому очень важно для СЕК обеспечивать регулятивную ясность. И иногда это ясность только в плюс. Но даже если нет, она все равно важна и необходима. Я не знаю, в курсе вы или нет, но Вайоминг первым в США принял меры по защите прав потребителей, включая законы о цифровых активах и виртуальных валютах. Это уже произошло в 2019. Как мы с вами можем работать вместе, чтобы убедиться, что защищаем потребителей цифровых активов, одновременно не мешая развиваться инновациям? Я знаю, что ваши законодатели и губернатор приняли что-то около 13 законов о цифровых активах в Вайоминге. Я думаю, важно защищать потребителей и инвесторов. Это касается и о том, как хранить их цифровые активы. Как они там говорят, вы владеете криптовалютой, если знаете приватные ключи. Это и гарантирует хранение. Но защита инвестора выходит за рамки просто хранения активов, но также подразумевает очищение рынков от мошенничества и манипуляций. И так опять нет ответа на то, как он собирается помогать блокчейн-компаниям. Отнекивается каким-то регулированием якобы для защиты инвесторов. Скажите, вы сейчас чувствуете себя защищенными комиссией SEC? И так, ребята, все не так очевидно, да? Я знаю, что в начале выступления Гэнслер сказал, что технологии меняются и правила комиссии должны меняться вслед за ними. Но его ответы на очень острые вопросы оказались размытыми настолько, что я почувствовал разочарование в этом персонаже. Затем я посмотрел старые видео Гэнслера и почувствовал себя еще и глупым. Есть такая штука, предвзятость. И похоже, я стал ее жертвой. Я считал, что регулятивная схема SEC сильно повредит криптовалютному бизнесу в США. И когда я смотрел на Гэнслера, я просто видел в нем надежду. А он, оказывается, был достаточно странным уже длительное время. Посмотрите на этот клип из 2019. Я не думаю, что SEC позволит множеству ICO соскочить так просто. Я думаю, они напугают рынок и заставят его быть послушным. Он говорит об этом годами, и почему-то я не хотел этого слышать. Исходя из слов Гэнслера, комиссия собирается пугать компании для того, чтобы те стали послушными. И это наверняка будет происходить через суды или судебные разбирательства. Теперь эта позиция Гэнслера становится очевидной. Комиссия SEC в последние годы строит фундамент для того, чтобы растянуть понятие того, чем является ценная бумага. И вполне возможно, они подгонят под это определение абсолютно все, даже эфир. Почему я так думаю? Когда Гэри Гэнслер выделил биткоин, который, по его словам, не является ценной бумагой, он не сказал про эфириум ни слова. Хотя обычно SEC приводит в пример того, что и биткоин, и эфириум не являются ценными бумагами. Это странно. Если же это какой-то товар или комодити, как биткоин, например, и эта позиция Гэнслера идеально совпадает с тем, что опубликовала сама комиссия несколько дней назад. О чем я рассказал в крайнем своем видео. Я вставлю отрывок из него сюда. Если ты не видел, обязательно посмотри. Давайте посмотрим, что же это за предупреждение такое нам прислала SEC. Оно называется «Подразделение исследования комиссии продолжает фокусироваться на цифровых активах». Очевидно, под удар попадет не только Ripple. Комиссия по ценным бумагам гипертрофирует понятие регулирования для криптовалют. Похоже, она делает все, чтобы задушить инновации. Когда-то давно я сказал, что 99% криптовалют исчезнет, и сейчас я понимаю почему. Из-за регуляторных проблем, которые, очевидно, очень строгие и гипертрофированно предвзятые. Они не исчезнут, их просто забанят. Их просто удалят с торговых площадок, запретят ими торговать и так далее. Поэтому мы живем в то время, когда нужно выбирать альткоины с умом. Давай вернемся к адвокату, который это все комментирует. Я предупреждал, что даже король криптовалют, биткоин, не застрахован от неконтролируемых действий напуганного правительства. Криптосообществу необходимо вместе противостоять атакам из внешнего мира, особенно со стороны правительства. Особенно со стороны комиссии по ценным бумагам и биржам США, добавлю я. Комиссия уже показала, как в случае с Ripple XRP, так в случае с акциями GameStop и торговой площадкой Robinhood, что ей плевать на розничного инвестора. На самом деле, SEC это часть правительственного тела, которая надела маску заботы о розничном инвесторе, маску защиты розничного инвестора. Но на самом деле она помогает только своим институциональным, богатым и крупным друзьям. Джон Диттон отреагировал на новые шаги комиссии относительно цифровых активов моментально и назвал это Risk Alert, либо же предупреждение о рисках. После этого он решил найти хоть что-нибудь позитивное в анализе всех новых документов и претензий. Но давай будем реалистом. Эти шаги SEC по факту являются попытками полностью развалить криптовалютные инновации в Соединенных Штатах. Джон Диттон даже пишет, что может стать слишком поздно, чтобы спасти США. В таком случае роль лидера развития криптопространства без сомнений возьмет на себя Китай. Только заядлому скептику теперь не очевидно, что суд против Ripple, Брэда Гарлинхауса и Криса Ларсена – это сигнал, что SEC идет за всеми остальными. Им явно не нравится, как принятие криптовалют занимает передовое место и создает такое количество миллионеров из народа. Некоторые из вас наверняка подумали, что Джон Диттон параноик и паникер. Удели всего 20 минут и прочитай это предупреждение полностью. Его я оставлю у себя в Телеграме, а ссылка на Телеграм будет в описании. Джон Диттон же выделил несколько моментов, которые нам нужно знать. Давайте начнем с первого. Этот момент разоружает всех противников SEC, но саму SEC делает недосягаемой. Я даже не знаю, как это описать или назвать. «Чтобы понять, о чем я, тебе даже не нужно читать все заявление SEC». Далее цитата. И Джон Диттон задает себе вопрос «Что это значит?» И сейчас он расскажет нам, что это означает. Это означает, что мы никогда не можем и не сможем полагаться на заявление и использовать информацию из этого заявления. Мы даже не сможем использовать ее против SEC. Зато сама SEC легко может использовать его против криптовалюты и нас. Теперь комиссия может заявить, что она публично предупреждала цифровые активы о том или ином. И после этого абсолютно законно подать иск против любого лица, бизнеса, группы или организации, которая связана с криптой или цифровыми активами. Это так называемое предупреждение о рисках охватывает практически все категории криптовалют и категории потенциальных инвесторов. Иными словами, ребята, комиссия только что развязала себе руки для будущих судебных исков против любого криптопроекта, который только захочет. Также в этом предупреждении SEC сказано. В этом уведомлении SEC предоставлены наблюдения, сделанные сотрудниками во время проверок инвестиционных брокеров, дилеров и агентов цифровых активов, которые могут помочь компаниям в разработке и соблюдении нормативных требований. Что-то официальное и скользкое. Но Дитон перевел это все на человеческий язык. Таким образом, по сути, все это предупреждение о рисках позволяет комиссии впоследствии заявить, что они предупреждали инвесторов, крипторазработчиков, биржи и брокеров о том, что в один прекрасный день комиссия может прийти за ними. Также в этом заявлении сказано. Поскольку все больше участников отрасли ценных бумаг стремится участвовать в деятельности, связанной с цифровыми активами, это предупреждение о рисках обеспечивает прозрачность в отношении областей, на которые будет сосредоточено внимание в будущих исследованиях подразделения. Ребята, вы заметили эту несостыковку? Они говорят, что все это заявление не имеет юридической силы, но одновременно обеспечивает прозрачность в областях, на которые будет сосредоточено их внимание. Практически прямым текстом комиссия говорит, в будущем мы возьмемся за криптовалютные проекты плотнее, так как к ним растет интерес участников рынка ценных бумаг. И меры, которые они будут предпринимать, поверь мне, будут только лишь принудительными. Однако, это же не означает, что SEC будет преследовать все цифровые активы и криптовалюты, не так ли? Давай посмотрим еще один отрывок из заявления. Цифровые активы в основном работают на программном обеспечении в сети, которая поддерживает этот блокчейн и учитывает у кого сколько цифровых активов. Понятие FORK означает изменение протокола, несовместимое с основной сетью. FORK создает новый цифровой актив. Понятие Airdrop означает распределение цифровых активов на многочисленные кошельки, обычно бесплатно для получателя, либо же на каких-то условиях, рекламных или других. Ну и что? А то, что комиссия SEC прямо говорит, под их прицелом будут абсолютно все активы, в том числе Airdrop и FORK. SEC прямо об этом предупредила. Но самое шокирующее и лицемерное заявление еще впереди. Цитата. Подразделение SEC понимает, что по мере продолжения финансовых инноваций у участников рынка могут возникать вопросы касательно их нормативных обязательств. Дитон возмущенно пишет, вы что, блин, издеваетесь? Не это ли то, что сделали Coinbase и остальные биржи в 2019 году, когда сообщили SEC, что собирается залистить XRP на торговых площадках и хотели удостовериться, что SEC не считает XRP ценной бумагой? Тогда SEC не дала никому никаких указаний и разрешила биржам разместить XRP для торговли в 2019 году, только для того, чтобы спустя год подать в суд на Ripple и фактически на всех холдеров XRP. И теперь, как Джон Дитон и боялся, принудительные меры против Ripple становятся отправной точкой и предвестником будущего для криптовалют. Как видишь, Гарри Гэнслер и SEC могут еще насолить немало, оказывается. Одно радует, Гарри Гэнслер таки понимает, что криптовалюта это революционная технология, которую не стоит глушить окончательно. Иначе, Штаты точно не выиграют лидерство в этой сфере на международной арене, и это уже может иметь последствия, но не для криптовалюты, а для самой Америки, которая должна, блин, сделать все, чтобы остаться лидером. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, подписывайся на канал, телеграмм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, комментируй, делись видео с друзьями и обязательно, Богатей, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok